Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы ведем репортаж с очередного рокерского московского знаменитого места, самого знаменитого места рокерского всей нашей страны, а может быть и планеты будущей. Почему это место рокерское? По многим причинам. Самая главная причина, которую я скажу по большому секрету, всем скажу, это место, отмеченное небом, вселенной. Здесь концентрируется энергия. Один очень известный рокер по фамилии Вала Щук СД постоянно проезжает на Красную площадь, именно для того, чтобы подзарядиться энергией вселенной. Вот поэтому все рокеры должны ехать сюда, подзаряжаться этой энергией. Я не шучу, это не шутка. Не просто так Москва возникла на этом месте, это место отмечено Богом. Вот это, именно это место. Вот это первая причина, почему это рокерское место, самое настоящее. Вторая причина, почему это рокерское место. Вот кто самый знаменитый рокер в мире и самый богатый, а? Вот скажите мне. А я вам отвечу. Это Пол Маккарти, сэр Пол Маккарти. Состояние миллиард двести миллионов долларов. Занимается только музыкой. Вот это очень грамотно. Я как бывший предприниматель скажу вам, что нельзя раскорячиваться и лезть в разные бизнесы. Туфли производить, одеколоны с духами, косметику, еще что-то там. Нет. Пол Маккарти занимается только музыкой. И на чем он еще делает деньги? Он скупает авторские права на знаменитые песни. У него огромный банк песен, которые он торгует. Вот почему он богатый, он не распыляется. А почему он главный рокер? Да потому что его признали величайшим композитором двадцатого века. Потому что такого мелодизма, музыка, которая была в Битлз, которая потом была в группе Винкс, мало поискать. Так вот, Пол Маккартни сдавал концерт на Красной площади. И на концерте присутствовал даже Владимир Владимирович Путин, который потом с ним прогуливался по Кремлю. Вот поэтому, это вторая причина, почему это место рокерское. Следующая причина, почему это рокерское место. А потому что сзади меня памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Что они сделали? Они в 1610 году собрали войско, ополчение народное. И выгнали отсюда поляков, польских захватчиков. Которые сейчас там гоношатся и рассказывают, какие они крутые. Мы крутые. Поэтому рокер самый настоящий, это патриот своей страны. Вот поэтому. Вот это памятник нашим патриотам. И поэтому всем рокерам сюда, этому памятнику отдавать дань уважения. Но какие еще здесь рокерские достопримечательности? Ну, конечно же, храм Василия Блаженного. Который заложил еще в 1552 году Иван Грозный Васильевич, который архитектором был постник Яковлев, насколько я помню. Хотя многие спорят, что ты не умный. Ну, может быть, не умный. Но так считается. Почему это рокерский храм? Да потому что рок-музыка – это прекрасная музыка. Она так же прекрасна, когда она стильно сделана. Как и этот храм, как и все искусство. Если у нас сделано стильно и грамотно, оно становится прекрасным. Оно воплощением прекрасного становится. Вот поэтому рок-музыка настоящая, она прекрасна. И этот храм прекрасен. Вот что их роднит. Но почему Красная Площадь еще рокерское место? Да потому что здесь покоится самый главный революционер современности. Владимир Ильич Ленин. Это был революционер до глубины души, до корней волос. А рок-музыка – это что такое? Это революционная музыка, музыка протеста. Поэтому можно считать, что здесь корни революционности рок-музыки. А сейчас, в последнее время, рокеры как-то притухли чуть-чуть. И уже революционерами не считаются. Опять в андеграунд залезли, в подвалах сидят, там дыринчат на гитарах. Поэтому пришел новый революционер. Рокер Волощук СД. Он решил устроить самую настоящую революцию в нашем роке. В чем она заключается? А в том, что мы протестуем против мата, против пошлости, против тупого акина и грязного звука. Вот такую мы революцию рок-группа Волощука СД устраивает в нашем современном роке. Поэтому мы и есть самые настоящие рокеры-революционеры. Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить. А я скажу по-нашенски, по-рокерски. Рок-н-ролл жил, рок-н-ролл жил, рок-н-ролл будет жить. Ну какое еще рокерское место на Красной площади знаменитой? Ну конечно же исторический музей. Где сохраняются все артефакты знаменитые. Нашей России, Руси Великой. И рок-группа Волощука СД выдвинула инициативу Госдуму создать в историческом музее раздел «История русского рока». Мы, я надеюсь, уже заслужили это уже рок-музыке нашей более 50 лет. И надеемся, что рок-группа Волощука СД когда-нибудь попадет в экспозицию этого раздела исторического музея. Всем рокерам привет! Еще одно рокерское место здесь на Красной площади. Каждый год теперь создают. Великолепное место. Здесь даже, я помню, пели всякие наши, ну не рокеры, но по крайней мере хорошие певцы. Паста тут пел как-то на этом каточке. Потом Родион Газманов какие-то песни пел на каточке. Это каток знаменитый, каждый год его заливают. А почему рокерский каток? Да потому что настоящий, современный рокер должен быть здоровым и заниматься спортом. Поэтому это прекрасное место для укрепления здоровья настоящего рокера. Всех рокеров приглашаю вечером прийти сюда, взять коньки свои, либо на прокат и покататься. И покадрить тут красивых девчонок, здесь их много. Приходите, мужики, не пожалеете. Видите, видите, рокеры, торопитесь. Видите, очередь туда, потом мест не будет. Быстрее на каточек. Ну видите, тут на каточке все предусмотрено. Если замерзнешь, если ты плохой рокер, плохо катаешься и замерзну. Вот тут можно прийти попить чайку, погреть руки возле самовара. Видите, самоварчик такой хороший. Семипудовый или семиведерный. А может и больше. Всем хватит, поэтому, рокеры, собирайтесь и сюда, на каток. Тут и поесть можно, и попить, и руки погреть. И девчонок загадрить. Здесь прекрасное место отдыха. Видите, великолепный каток. Великолепный. Смотрите, красота какая. Просто суперский. Гладкий, очень идеальный. Ну вот видите, сколько здесь разной еды. На любой вкус и цвет. И люля, и пельмени, и блины, и колбаски. Что угодно, и шоу-мон, все есть и бургеры. Поэтому, рокеры, не теряйте время. Езжайте сюда после трудного концерта. Как отстреляетесь. Не водку жрать в пив-бар. А вот сюда, заниматься спортом, пить горячий чай, и есть вкусную еду. Раньше главную елку страны ставили посреди Красной площади. А сейчас тут карточек. И это правильно. Вот, теперь главная елка страны. Чуть поменьше размера, но прикольная тоже. И, конечно же, одно из самых главных рокерских мест, это ГУМ. Главный универсальный магазин. Где любой рокер может прибарахлиться на любой цвет и вкус. Вот так. Все вам рассказал про Красную площадь. Про рокерское место самое главное. Но, самое все-таки главное. Я вернусь к тому, с чего начал. Это место в притяжении космических сил, космической энергии. Сюда нужно приезжать, подзаряжаться этой энергией. А потом ее трансформировать, сублимировать и передавать людям на своих концертах. Вот так. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Из истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук.